МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии. Константин Перевозчиков. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Стали ближе. В рамках празднования 75-летия атомной отрасли Саров посетили победителя конкурса «Атом рядом». Соблюдение правил безопасности, исследование инструкции. Как уберечь имущество от пожаров. Жизнь во всемирной паутине. 30 сентября в России отмечается День интернета. Далее расскажем обо всем подробно. В августе этого года число безработных в России достигло 4 миллионов 800 тысяч человек, то есть 6,4% от рабочей силы. Такие данные приводит Федеральная служба статистики. Это рекорд за 8 лет. В марте 2012 года этот показатель составлял 6,5%. Резкий рост безработицы произошел из-за коронавируса. За время пандемии количество нетрудоустроенных россиян увеличилось на 36%. Минэкономразвитие предложило способ снизить безработицу. Для этого потерявших свои трудовые места россиян будут обучать введению бизнеса в рамках федерального проекта вовлечения в предпринимательство. По итогам они смогут открыть свое дело, получить пособие на стат бизнеса, а также дальнейшее сопровождение. Обучение будет бесплатным и пройдет на базе центров «Мой бизнес», созданных в рамках нацпроекта во всех регионах. Пилотные курсы запустят в 15 субъектах. Потом эксперимент может быть масштабирован на всю страну. В этом году атомная промышленность отметила юбилей. 75 лет. В течение всего года проходило большое количество мероприятий, призванных рассказать как можно больше об отрасли, ее достижениях и роли мирного атома в обычной жизни. Одним из самых масштабных стал конкурс «Атом рядом», который объединил увлеченных атомной промышленностью со всей страны. Подробности далее. Мало кто задумывался об этом, но наша обыденная жизнь немыслима без атомных технологий. К примеру, без них невозможно включить свет, поставить чайник или посмотреть телевизор. Ведь каждый пятый киловатт-час электроэнергии вырабатывает АЭС. Для того, чтобы показать, как на самом деле тесно каждый из нас связан с атомной сферой и был создан конкурс «Атом рядом». Его участникам предлагалось снять видео о применении атома в обычной жизни. Для некоторых это даже стало первым шагом в изучении истории этой отрасли. Мы всегда в рутине, постоянно в рутине, да, и очень сложно вырваться. А такие конкурсы помогают нам расширить наш кругозор. Это что-то новое для меня. Я хотела бы узнать больше об этой отрасли. В конкурсе приняли участие более 10 тысяч человек из 85 регионов страны. Авторы лучших работ получили уникальную возможность побывать в городах атомной промышленности. Сотрудник ЦРФИАЦНЕФ Ольга Забродина и специалист Центра поддержки предпринимательства Кира Доброва попали в число победителей. И в составе делегации Нижегородской области побывали в городе Сосновый Бур Ленинградской области. В Саров приехали сразу три делегации. Илья Кислый – ведущий инженер-технолог на Яйвинской ГРЭС. Тепловой электростанции в Пермском крае. По словам молодого человека, на создание ролика у него ушло всего 15 минут. Но этого оказалось достаточно, чтобы попасть в число лучших. Работа у меня была про спектроанализатор, который посредством атомов определяет структуру материала, то есть металл. Это связано непосредственно с моей работой, потому что я работаю в отделе технической диагностики. Мы по своей работе определяем металл. 8,5 часов перелета до Москвы. Еще 5 до Нижнего Новгорода. И 3 часа на автобусе до Сарова. Татьяна Загурская вместе со своей делегацией приехала к нам в город из Чукотского автономного округа. По образованию Татьяна инженер. И узнав о конкурсе «Атом рядом», посчитала свое желание принять в нем участие вполне логичным. Мой ролик был о ученых. О вкладе именно каждого человека, в том числе теоретика. Потому что некоторые имена, фамилии такие как Курчатов, Сахар знают все. Но это была очень-очень большая группа ученых, в том числе теоретиков. Для меня это в первую очередь был Ландау. Ландау, потому что изучая теоретическую физику еще в университете, я наслушалась, уравнения нарешались. Такие, которые, ну, наверное, трудновоспринимаемые для многих, но это очень-очень интересно. Посвятить свою работу человеку, который внес свой вклад в развитие атомной промышленности, решил Ярослав Салеев из Оренбурга. Вот только героем его ролика стал не именитый ученый, а друг семьи и непосредственный участник тактических учений с применением ядерного оружия. Ролик назывался «Атом. Музыка. Мир», и я решил немного отойти от рамок и рассказать историю одного из наших знаменитых композиторов Оренбуржья, Алексея Федоровича Цибизова. В 1954 году, как военный служащий, был тоже отправлен на эти испытания ядерного оружия, и как раз-таки в этом же году был произведен взрыв на Тосском полигоне близ Оренбуржья. Почему я решил именно осветить эту историю? Потому что люди должны знать, как он был нашим другом семьи, да, и чтобы о нем не забывали, и также принести дань памяти и, опять-таки, для восторга таким человеком. В Сарове всех участников конкурса ждала обширная культурная программа. Экскурсии по святым местам, Диевеевскому монастырю, Свято-Успенскому монастырю в Саровской пустыне и, конечно, в Музее ядерного оружия. Место, где собрана вся история нашего советского атомного проекта. Первое впечатление было вау, потому что, во-первых, попасть сюда – это тоже немало значит. И первое впечатление о том, как нам это преподнесли и как нам рассказали – просто будоражит. Прямо сразу с хода уже я почувствовал какую-то особую энергетику того, что здесь происходит и что нам могут здесь рассказать. Успели побывать в монастыре. Конечно, очень впечатляет. Особенно подземный храм очень впечатлил. У нас такого, я думаю, что мы нигде больше не увидим. На первый взгляд, город очень отличается чистотой. То есть у вас все аккуратно, все прибрано, большинство отреставрировано. Наш закрытый город не такой. Он, во-первых, меньше, он не так развивается, как бы. Также ребята посетили художественную галерею, покатались на коньках в Ледовом дворце. Конкурс «Атом рядом» показал, что об атомных технологиях можно говорить простым языком. А главное, он подарил студентам, педагогам, музыкантам, рабочим со всей страны уникальную возможность побывать в закрытых городах. И своими глазами увидеть места, где создавался ядерный щит нашей страны. 2 октября Нижегородская область примет участие во всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне. В этот день пройдет плановая проверка системы оповещения населения области с включением электросирен, передачей речевого сообщения и замещением сигналов общероссийских обязательных общедоступных цифровых телеканалов проверочным сигналом. Проверка системы оповещения. Департамент региональной безопасности Нижегородской области просит жителей региона соблюдать спокойствие, услышав звук сирен и голосовые сообщения. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В пенсионном фонде рассказали, в каких случаях граждане смогут досрочно выйти на пенсию в 2021 году. Как сообщили в ведомстве, за два года до достижения пенсионного возраста этим правом могут воспользоваться россияне, которые не найдут работу, при условии, что у них есть соответствующая справка из центра занятости, и они не увольнялись сами, а потеряли работу в связи с сокращением или ликвидацией предприятия. Еще одно условие досрочного выхода на пенсию – страховой стаж. Не менее 25 лет для мужчин и 20 для женщин. Напомним, в 2021 году пенсионный возраст у мужчин наступает в 61,5 год, у женщин – в 56,5 лет. В первой поликлинике ждут сыровчан на вакцинацию от гриппа. Прививочный кабинет номер 460 работает каждый будний день с 8 утра до 6 вечера без перерыва. Записаться на прививку можно, обратившись к своему участковому врачу в прививочный кабинет по телефону 95544 или на портал пациентам. До 23 октября в Нижегородской области возможно ухудшение телесигнала. Всему виной солнечная интерференция. Это явление наблюдается дважды в год на протяжении 3,5 недель, а дни осеннего и весеннего равноденствия. В это время солнце, спутник связи и приемные антенны выстраиваются на одной линии, что приводит к ухудшению качества приема телерадиоканалов. Нижегородская область готовится к основному удару коронавируса. Министр здравоохранения региона Давид Мерик-Гусейнов в своем инстаграме рассказал, как Нижегородская область готовится к подъему заболеваемости COVID-19. Он отметил, что одновременно повышается и уровень зарегистрированных случаев гриппа и ОРВИ. Врачи уже вынуждены возвращать ковидные койки и красные зоны в больницах. Истерзанная реформами, недосказанностью, слабая коммуникация медицины все же демонстрирует очевидную стойкость. При всех недостатках и перекосах мы выстояли весной и сейчас справимся. Но опять, только все вместе, сказал Давид Мерик-Гусейнов. В Сарове за сутки зарегистрировали 34 новых больных. На плановом заседании штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции было решено провести в ближайшее время серию рейдов по общественному транспорту и торговым точкам для проверки соблюдения горожанами масочного режима. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности. Кроме того, будут проведены рейды на предприятиях на предмет проверки вакцинирования от гриппа представителей тех профессий, для которых это предусмотрено законом. По данным МЧС, с наступлением осенних холодов число пожаров в квартирах и частных домах резко возрастает. Если батареи еще холодные, то жильцы включают обогреватели, забывая при этом о мерах безопасности. На дачных участках садоводы начинают жечь листву и мусор, что тоже может стать причиной пожара. Чтобы сберечь свое имущество и не навредить жизни и здоровью, нужно соблюдать требования пожарной безопасности. Пока тепло поступило не во все квартиры и дома, саровчане начали активно использовать обогреватели. Выход техники из строя – короткое замыкание. Частая причина пожаров в осенний-зимний период. В прошлом году из-за нарушения правил эксплуатации устройства электрооборудования произошло 9 возгораний. За аналогичный период в этом году – 17. На территории Сарова наиболее распространенная причина пожаров – это неправильная эксплуатация бытовых электроприборов, таких как электрообогреватели и другое электрооборудование. Люди, уходя из дома, забывают выключать электрические приборы, вставлять без присмотра и их вытаскивать из розетки. Если погреться все-таки хочется, обогреватели нужно ставить подальше от мебели и занавесок. Не включать несколько электроприборов в одну розетку одновременно и не оставлять технику в рабочем состоянии без присмотра. Еще одна причина возгорания – неправильная утилизация бытового и строительного мусора – осенние листвы земельных участков. Чаще всего жители города сжигают эти отходы. Чего делать нельзя. Если на территории участка скопился какой-то мусор, сжигать его категорически запрещено. Его необходимо утилизировать любыми другими доступными способами. Либо вывозить, либо закапывать. За нарушение правил благоустройства города предусмотрена административная ответственность в рамках кодекса об институте правонарушений Нижегородской области, за который штрафует администрация города Сарово. За 2019 год пожары нанесли саровчанам ущерб почти 4,5 миллиона рублей. Спасатели просят жителей города ответственно относиться к жизням, здоровью и имуществу. Регулярно информируют о мерах безопасности. Необходимо помнить, что оставляя электрооборудование в квартире, тлеющие костры на дачах и на территории частного сектора, вы подвергаете риску себя и окружающих. Выделять на автопарковках специальные места для беременных, а также многодетных семей, где есть хотя бы один ребенок до 6 лет. С таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухаев. В своем обращении законодатель отметил, что многодетные родители с детьми дошкольного возраста и беременные женщины могут тратить значительное время на поиск парковочного места. В официальных группах канала 16 в социальных сетях мы спросили у саровчан, поддерживают ли они эту инициативу. 48% респондентов высказались против выделения специальных мест на парковках для беременных и многодетных. Чуть меньше 43% участников опроса поддержали такую идею. В 2020 году беспроводной доступ в интернет покрыл 85% планеты, а количество подключенных к нему устройств превысило 50 миллиардов. По прогнозам, к 2041 году пропускная способность сетей увеличится в 500 раз. В 21 веке сложно представить свою жизнь без интернета. Люди дистанционно учатся, работают, покупают и продают вещи и услуги. 30 сентября в России отмечается День интернета. Сегодня интернет стал неотъемлемой частью жизни человека. Им пользуются даже маленькие дети. Здесь можно узнать новости мира, посмотреть прикольные мемы и посидеть в социальных сетях. Пойдемте узнаем у сыровчан, как часто они заходят во всемирную сеть. Расскажите, сидите в интернете? Ну, да. Расскажите, где сидите и чем он полезен? Ну, наверное, в социальной сети. Поиск информации там для учебы. Скажите, сидите в интернете? Нет. Нет, ну, знаю, что такое, но не интересуюсь так. Откуда же вы информацию берете? Обнушка. Она там, у нее все есть. Я ей звоню. Сейчас везде все можно найти в интернете. Ну, конечно, социальные сети, там, ВКонтакте, Инстаграм, а так, Гугл, везде поможет. А чем вообще полезны социальные сети? Ничем. Распространением рекламы только, если можно сказать. Ну, и общение, там, если люди далеко живут, удобно. В плане учебы и так, по хозяйству. Ну, для учебы много интересного можно взять, для каких-то докладов, ну, для рукоделия можно много чего посмотреть. Просто по интересам. Интернетом пользуетесь? Нет. Почему? Да, зачем он? Ну, мне уже много лет. А как же, откуда вы информацию берете? Отовсюду. Кто-то что скажет? Нет, спасибо. Вот, новости тоже можно в интернете прочитать. Интернет полезная штука, я бы вам сказала. Не пользуюсь девушкой. Вот, потому что компьютер работать не могу. Глаза болят. Работал много лет до пенсии за компьютером, и глаза заболели. Так что у меня профессиональная болезнь глаз. Поэтому мне смотреть нельзя, даже телевизор нельзя смотреть. А еще в интернете можно записаться к врачу, заказать еду, почитать книгу, записать видосы и выложить их на ютуб. Для вас опрос проводили Ирина Шигароцова и Евгения Шевцова. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!